Добро пожаловать в обучающее видео о вкладке «Пользователи». Пользователь – это элемент системы, обладающий уникальным логином и паролем, а также различными правами, на основании которых он может выдавать доступ к различному функционалу системы, а также использовать его. Пользователь входит в учетную запись, о которой мы поговорим в других роликах. Однако, уже сейчас стоит подчеркнуть их разницу. Пользователя корректнее ассоциировать с человеком или группой людей, а учетную запись – с компанией или ее частью. Поэтому, если нужно добавить новых сотрудников, то в абсолютном большинстве случаев для них подойдет именно пользователь. В рабочей области вкладки мы видим имя пользователя и в этой же строке ряд иконок. Первая иконка позволяет войти в систему от имени соответствующего пользователя. Помните, вы сможете это сделать только при наличии особого права действовать от имени этого пользователя. Далее следует иконка просмотра и редактирования свойств, а также копирования и удаления. Они будут неактивны в случае, если у вас не будет достаточно прав. Создадим нового пользователя. На вкладке «Основное» нужно обязательно указать имя и пароль. Имя должно быть уникальным, а если уже используется в системе, в том числе у других клиентов, то правее появится предупреждающее сообщение. Чтобы успешно установить пароль, следует обратить внимание на некоторые рекомендации. Пароль обязательно должен содержать в себе 4 или более символов. Используйте буквы верхнего и нижнего регистров. Наряду с буквами вводите и цифры. Если все три индикатора ниже зеленого цвета, то вы установили достаточно надежный пароль. Для завершения создания пароля его необходимо повторить в следующем поле, чтобы исключить опечатки. При желании в поле «Маска хоста» вы можете ввести определенный IP-адрес или указать его часть. В таком случае пользователь сможет войти в систему, если его IP-адрес совпадает с маской. Это может понадобиться, например, для того, чтобы сотрудник мог войти в систему только из офиса. Создателем может быть не только тот, кто фактически создал элемент, но и тот, на кого была возложена эта роль. То есть, при наличии достаточных прав вы можете создать пользователя от имени другого пользователя. В графе «Учетная запись» отображается, к какой именно учетной записи будет принадлежать создаваемый пользователь. Изменить информацию в этом поле нельзя и зависит она от выбранного создателя. Также на этой вкладке можно установить систему мер, которую пользователь будет применять. Например, метрическую. Системы мер могут быть и у других элементов, например, объектов или ресурсов. Но об этом поговорим подробнее в другом ролике. Далее можно разрешить или наоборот запретить выполнять такие действия, как создание новых элементов, смену пароля, отправку SMS, вход в систему и самостоятельное изменение настроек. Следующая вкладка «Доступ». На этой вкладке вы можете как предоставить, так и забрать права доступа у пользователя на ресурсы, объекты, группы объектов, маршруты и даже на других пользователей. Но помните, что согласно иерархии вы не сможете предоставить больше прав, чем у вышестоящих пользователей. Итак, в левой колонке вы можете применить динамический фильтр и выбрать тип макроэлемента, например, объекты. Также с помощью строки поиска можно найти нужные элементы по имени. Выделите один или несколько объектов, права на которые вы хотите отредактировать. В правой части окна можно выбрать шаблон прав или задать их вручную. Таким же образом можно выбрать, например, ресурс и изменить права на него. Перейдем на вкладку «Дополнительно». Тут можно ввести адрес электронной почты, на которой будет поступать информация о сбросе пароля, если пользователь попытается его восстановить. Также можно активировать функцию «Уведомлять о блокировке», чтобы клиент или дилер получал соответствующую информацию. Вкладка «Журнал» нужна, чтобы посмотреть, когда, куда и с какого IP-адреса входил пользователь. Установите интервал времени, за который хотите получить информацию и выведите ее на экран. Данные будут отображены подобным образом. Последняя вкладка – это «Произвольные поля». Здесь можно добавить любую необходимую вам информацию у пользователя, вплоть до домашнего адреса или занимаемой им должности в компании. Поля могут быть отмечены как административные, что сделает их видимыми только для пользователей с соответствующими правами доступа. При заполнении в поле «Имя» введите название графы, а в поле значения нужную информацию, например, «Должность», «Директор». Чтобы добавить еще одно поле, нажмите на «Плюс», а чтобы удалить – на красный крестик. Сохраните изменения. Благодарю за просмотр видео о вкладке пользователя. Чтобы узнать еще больше о платформе, пожалуйста, посмотрите остальные видео на этом канале. Желаю удачи! Субтитры создавал DimaTorzok